Всем доброе утро! У нас прошли праздники, точнее, ещё не все праздники, конечно же, у нас прошло Рождество, и, как вы знаете, я живу в Германии, и Рождество у нас с 24 на 25, то есть сочельник 24 вечера, вот, и 25, 26, затем были у нас выходные, остался только ещё Новый год, ещё один праздник. Кстати, меня многие спрашивают, встречают ли, справляют ли в Германии Новый год. Да, его также отмечают, может быть, не так прям грандиозно, как это в России, то есть потому что в России Новый год — это тот праздник, которого все ждут. Здесь Рождество чуть важнее, и к нему чуть больше и досконально готовятся, потому что именно на Рождество случается вручение подарков, детки получают свои подарки как бы от Деда Мороза, но это не Дед Мороз, да, это типа как Санты, но Санта-Клаус — это американская версия, а здесь приходит или Вайнахтсман, или Кристкинд. Поэтому, когда проходит Рождество, то все немножечко так, знаете, выдыхают более спокойно, а затем уже ждут Нового года. Немцы тоже любят пострелять. Обычно в 12 часов все выходят на улицу, встречают Новый год, все стреляют хлопушки, фейерверки и так далее. В больших городах, по-моему, тоже большие салюты устраивают. Здесь нет, конечно же, такого, что, ну, Новый год и Новый год, все в 10 часов пошли спать, да. В этот раз к нам приедут наши друзья на Новый год, поэтому мне нужно будет также подготовиться. Я вам, кстати, не показывала и не снимала вообще ничего на Рождество. Я не показывала свой рождественский стол. Я посчитала это, ну, как бы личным. Я выставила, конечно же, сервировку своего стола в Инстаграме, потому что я об этом очень многое рассказывала вам, ездила несколько раз в Икею и все уши вам об этом прожужжало. И вы уже хотели потом посмотреть, как это выглядит в конце. Но в целом я не снимала видео, я не снимала, как я что-то готовлю, что я не снимала у наших гостей, друзей и вообще наши посиделки, потому что я не хотела это выставлять онлайн, да, потому что это как бы все равно достаточно личный праздник, как я считаю. И, ну, как бы каждый решает для себя. Поэтому, девчонки, я надеюсь, вы не слишком разочарованы, если я вам не показывала и ничего не сняла, потому что меня многие об этом спрашивали, чтобы я показала, что и как делала. Но подготовку к Новому году я, может быть, вам засниму. А сейчас самое крутое и самое классное за эти последние дни. Сегодня у меня запись на новую татуировку. Знаете, такая тема татуировок у меня вообще практически нигде не проскакивает и не промелькивает в моих видео, хотя у меня есть татуировки. Но я знаю, что такая тема для многих или для большинства до сих пор очень консервативна. Может быть, даже не для большинства. Меня наверняка смотрят люди, у которых у самих есть татуировки. Но вот именно когда ты начинаешь что-то об этом говорить, что-то доказывать, объяснять или говорить о своей точке зрения, то как бы мне вообще не хочется, знаете, это как-то что-то кому-то доказывать, что-то разжевывать, что-то какие-то доводы приводить, что вот какие-то татуировки делаешь или не делаешь. Поэтому, знаете, мы как бы вот эту вот философскую нотку оставим в сторонке, да, и это будет, может быть, полезная инфа для тех, кому саму нравятся татуировки, допустим, или кто бы хотел сделать и так далее. В общем, я уже летом была у Романа. Роман — это мастер из Санкт-Петербурга. Иногда он приезжает и ездит по Европе как бы гостем в разные тату-салоны. И, ну, я думаю, вы знаете о таком, что вообще татуировщики, мастера, они как бы иногда меняются. Кто-то из Германии едет в другую страну или сюда кто-то приезжает. Ну и вот такой вот обмен мастерами, обмен опытом. Тем более у каждого своё направление, у каждого свой стиль, как они это делают. И мне настолько понравилась работа Романа, и я просто офигела. Вообще Роман такой молодец, так аккуратно, такие линии, так классно он вообще это всё делает, что я сказала, если ты ещё будешь в Германии, где-нибудь у нас неподалёку, то обязательно пиши, потому что у меня как бы в голове-то ещё много чего, да, кое-что я хочу доделать. И он сказал, что в декабре он будет опять во Франкфурте, опять же в том же месте, где я была в последний раз. И я сегодня поеду на татуировочку. Поэтому, если кого-то интересует, я, кстати, об этом писала пост в Инстаграме ещё летом. Заглядывайте, если вам интересно. Вы можете также заглянуть там на страничку Романа. Я могу, кстати, его Инстаграм-аккаунт оставить под видео, чтобы вы заглянули, посмотрели на его работы. Работы просто нереальные. Очень классно. У него такой определённый стиль, техника. Это очень красиво, очень женственно, очень... Очень женственно. Ну, в общем, всё очень аккуратно. Очень классно. Мне прям понравились его работы. Это как раз то, что мне нужно. Он приезжает и гастролирует, так сказать, по разным городам Германии. Ну, то есть, где у него получается побывать. Я знаю, что он был в Ганновере. Вот он сейчас во Франкфурте. Также он бывает в Голландии, в Амстердаме. Вы должны смотреть. У него всегда в Инстаграме написано, где он будет. Ну, и в Петербурге, конечно же, тоже он. Поэтому, кого это интересовало, если то, что он делает, это в вашем стиле, можете за ним последить и посмотреть. Может быть, у вас получится к нему даже попасть здесь, где-то в Европе или в Германии. Ещё такой вопрос частенько бывает. А больно ли набивать татуировки? Ну, конечно же, неприятно. Но я бы не сказала, что это прям супер больно. У меня болевой порог не такой высокий. Ну, а я сейчас побежала собираться. Сегодня мы с Сашулей вместе поедем. Он будет моим сопровождающим. Итак, мы приехали уже на место во Франкфурт. Сейчас пойдём в... Пойдём. Сейчас мы пойдём. Всё, ты уже, Саша, заплатил? Заплатил, закрыл. Заплатил, закрыл. Я готов. Всё. И теперь мы пойдём уже к Роману. Я надеюсь, он нас ждёт. Саша. Твоё ухо было длинное. 50 миллиметров одного лица. Такой серый Франкфурт. Сегодня пасмурно. Холодно. Зябко, я бы сказала. Мы сейчас пойдём вон туда. Я уже на месте. Сейчас будем подготавливать. Там, фототуровка, кстати, будет у меня здесь на руке. Я сюда её хотела. Сейчас мы посмотрим насчёт эскиза уже. Я вам покажу, что я хочу. Надо. Так, вот это вот Роман. Знакомьтесь. Вот, смотрите, как круто Рома тут рисует. Это уже наш эскизик. И ты всё рисуешь от руки, да? То есть, если тебе... А, ага. Но так, в принципе, ты... Когда тебе говорят, хочу примерно это или это, и ты уже как бы на свой вкус и цвет, ну, как бы сам уже какие-то эскизы делаешь, рисуешь, да, наброски. Классно. Вот вторая дата. Вы у меня спрашивали, будет ли вторая дата. Она, конечно же, будет. И вот здесь вот цветы. Но это пока ещё набросок. Сейчас будем уже делать тату. Угу. Угу. Передаю привет. Спасибо. Настолько, столько света здесь вообще. Со всех сторон. Вот. Да? Да. Покажи, что там сделаю. Вот. Готовое. Папарацци со всех сторон. Мы уже закончили. Смотрите, какая красота. Вот такие вот полевые цветочки. И дата, конечно же, у меня. Вот. Я очень довольна. Все, друзья, здесь только что мы были свидетелями, как тут ожонглировали перед машинами. А теперь дяденька там собирает денежки. И мы едем дальше. Всем большой привет, друзья. У меня сегодня банный день моих кисточек. Потому что вы у меня очень-очень часто спрашиваете, как я мою свои кисти. Я вообще-то думала, что на этот вопрос знают все ответы. Но, видимо, не совсем так. Потому что все равно поступают вопросы, как я мою, чем я мою, может быть. Это только часть моих грязных кисточек. Вот здесь вот еще кое-что. И вот здесь еще накопилось у меня. Вот здесь у меня, кстати, чистые кисти стоят. Я не все их еще успела использовать. Вот. Поэтому, слава богу, сегодня не так много. Но, как бы, это тоже много, что мне нужно помыть. Я мою всегда свои кисти при помощи вот такой вот штучки. Как вы можете заметить, здесь у меня такие вот пупырышки. Здесь такие полосочки. Здесь вот еще такие очень меленькие пупырышечки. И я отлично могу промыть свои кисти, например, на вот них. То есть вы набираете сюда какое-нибудь средство для мытья ваших кистей. И затем вот мылите вот так вот все. И затем вся краска, вся, допустим, тональная основа или все тени, все отлично вымывается из ваших кисточек. То есть я без этой штуки уже никуда. У меня, кстати, их две. И иногда мне Анабелька помогает мыть мои кисти. Поэтому могу всем только посоветовать. Я ее покупала в Росмане. Покупала их уже давненько. Сейчас они, по-моему, у них там даже какие-то усовершенствованные, как мне кажется. Потому что там они немножко по-другому выглядят. Более удобные, по-моему. Но мне вот этих вот тоже хватает. Вот. Я вот так вот их держу. И затем рукой другой, который я сейчас держу камеру, промываю здесь кисточки. Все очень классно работает. Все классно вымывается. Всегда так мою. Но затем, когда я их помыла, я высушиваю кисти в специальной штуке. И сюда, я думаю, вы все знаете, они продаются на Алике. Есть они на всех, короче, таких вот дешевых китайских сайтах. Вы точно можете найти. То есть, не обязательно за них отдавать какие-то огромные деньги. Вот. И затем потом кисточки вы вставляете. И они здесь вот так вот висят. Вверх тормашками, как говорится. Вот. Чтобы вся влажность стекала вниз. Чтобы вода как бы не попадала вот сюда. Вот. Чтобы кисти не разлезлись. У меня, кстати, две вот таких вот подставки для кистей. И еще у меня одна. Помните, раньше давно вышел вот такой вот чехол? Называется Dry and Shape от Sigma. И вы также моете кисти, вставляете их сюда. То есть, вот таким вот образом. Чтобы вот эти вот резинки внизу держали форму кисти. Чтобы они не были такими распушенными. Здесь не так много ячеек. Как бы, да. Здесь только всего две маленькие. Тут побольше. И вот здесь вот уже большие. Но вот, например, такие ходовые кисти растушевочные. Да. Которые я постоянно использую. Здесь вот для таких только две ячейки, так сказать. Поэтому здесь не все кисти у меня влезают. Но все равно я и до сих пор еще пользуюсь. Затем эту штуку я ставлю вот так. Опять же, чтобы кисти кверх ногами стояли. И так они у меня высыхают и сушатся. Мы перебрались уже в ванную комнату. Хотела вам показать, чем я мою кисти. Я всегда мою либо детским шампунем, либо детским мылом. Кисточки. То есть, это должно быть что-то такое нежное, не агрессивное. И я всегда использую какие-нибудь Анабелькины мыло, гели для душа. И, в принципе, всегда так мою. Ой, здесь что-то капает. Мне этого хватает. Все чисто вымывается. И кисти в отличном состоянии. Ничто не разлезается. Поэтому, да, мою так своей кисти уже годы напролет. Всегда так за ними ухаживаю. Кисти помылись, постирались. И теперь я их буду расставлять вот в эти вот штучки. Вот у меня черная. И белая покупала их уже очень давно. Только не на Алиэкспресс, а на каком-то другом китайском сайте. Уже не помню, если честно. Но на Алике они наверняка тоже есть. И вот сюда буду их сейчас вставлять. Друзья, у нас сегодня 31 декабря. С наступающим вас Новым годом. И я хотела вам показать, что... Да, мы сегодня справляем Новый год у нас. Хотела немножечко здесь в попыхах. У нас уже половина гостей приехала. Все болтают, ходят туда-сюда. Я здесь бегала-бегала. Времени осталось совсем немного. Скоро приедут остальные гости. Вот сзади накрыт стол. Вот, а там мы будем танцевать, где у нас елочка стоит. Вот, хотела вам быстренько показать еще свой мейк. Вот, и вы не представляете, вот этот топ я заказала уже тоже в последний момент. На скидках он ко мне пришел сегодня, 31 декабря. Ну, а эти брюки вы уже видели, да, и мои тапочки знаменитые. Но посмотрите, как круто они подходят к этому топу. Да, топы Zara, если кому интересно, эти брюки тоже я вам показывала в своих покупках. Вот, и сегодня я использовала палетку Huda. Все-таки не дотерпела, не утерпела я до видео. И решила ей уже немножечко воспользоваться. И накрасится ей, как раз оттенки очень хорошо подходят к этому топу. Сейчас покажу вам еще стол. Здесь уже кое-что у нас стоит, уже кое-что мы поставили. Накрыто вот эти, кстати, намазки, о которых я вам говорила. Вы мне сказали, что это, скорее всего, паста. Кто-то писал про паштет, но я думаю, паштет это немножко другое. Потому что по всем правилам паштет из мяса только делается, да. Вот, ну, я думаю, все как хотят, так и называют здесь ничего такого. Я думаю, нет. Все, главное, чтобы друг друга поднимали. Три намазки сделала. Там я сделала грибочки острые. Вот. И у меня, в принципе, сервировка стола была такая же практически на Рождество. Вы пришли. Да, пришли красавцы. Все практически из Икеи, можно сказать. Вот. Я еще сделала вот такие вот вазочки, мини-вазочки с веточками еловыми. Вы меня спрашивали в Инстаграме, что это за вазочки. Вообще, как-то давненько Саше дарили в этих бутылочках, так, что-то раз фокус пошел, в этих бутылочках дарили виски. И это был такой набор разливного виски, 6 разных бутылочек. И там разные крепости виски были, в общем, разных годов, разного разлива. В общем, они у нас стояли тоже на таком красивом подносе. И теперь я нашла им другое применение. Помыла их. Там были еще надписи написаны какие-то. Я их оттерла и превратила вот в такие вот вазочки. Еще повязала здесь бантики. Вот из такой вот веревочки. И также на фужеры повязала бантики. Здесь у меня красавица ходит. Ей нужно еще волосы сделать. Да. Я не буду садиться, Шатик. И сейчас мы уже ждем гостей. Тут вот мы повесили мои, кстати, огонечки. Итак, друзья, сейчас через несколько минут мы будем уже встречать Новый год. Да. Мы все выбегаем на улицу и все зажигаем тоже всякие бенгальские огни. Это теперь суперогромный бенгальский огонь. И разные халпушки и так далее. Потому что все выходят в 12 часов и начинают зажигать бенгальские огни. Да. И всякие салюты. Вот. Ладно. А теперь я побежала к своим. Вот. Чтобы... Чтобы встретить Новый год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Всем большой привет! Я поздравляю вас с Новым Годом! Сегодня у нас 1 января. Я надеюсь, что вы отлично справили и встретили Новый Год. И надеюсь, что все ваши желания сбудутся и исполнятся. У нас уже тоже все закончилось. Сегодня все разъехались, все убрали. Все уже стоит практически на своих местах. Здесь уже моя привычная обстановочка. Осталось еще доделать некоторые мелочевки. Вероника легла спать. Мы, наверное, тоже немножечко полежим, потому что эта ночь была действительно очень короткой. Но погуляли классно, встретили классно. И так у нас примерно проходит Новый Год. На нашей улице тоже стреляли соседи. Ну а вообще Новый Год все справляют, как хотят и как могут. В общем, это такой вот праздник. Не то, что семейный праздник, потому что Рождество здесь все-таки семейный праздник. А Новый Год это уже как такая вечеринка, как партия, чтобы просто встретить с друзьями, повеселиться. Но все прошло очень классно. Мы, конечно же, всегда его справляем, Новый Год. И всегда стараемся справить Новый Год с теми людьми, с которыми мы общаемся, которых мы любим. Я сейчас уже без прически, без макияжа, конечно же. Вот намазалась только кремом, да, чтобы немножечко освежить еще свое лицо. Вот поскольку спала мало, питания, увлажнения было мало. Знаете, какой прикол? Моя кофта из Ары все-таки подкачала. И я вам сейчас покажу, как она выглядит. Смотрите, сам топ вообще очень классный, такой прям новогодний, праздничный. Он мне так понравился. Я его сейчас на скидках купила. Он был 30 евро, теперь я его купила за 20. Точнее, заказала онлайн. В магазинах стационарных я его нигде не видела. Но посмотрите, что произошло с моей лямочкой. Вот это вот прям меня очень удивило. Причем я сидела просто за столом. И затем подтянула кофту, так вниз оттянула, знаете, немножко. И потом я почувствовала, что у меня одна лямочка сделала так. Я посмотрела, и у меня разошлась лямка, осталась только вот эта вот нитка. То есть у меня порвалась просто вот эта ткань, которая вокруг этой нитки была привязана. Короче, вот вам, пожалуйста, и разновидность качества одежды из Ары. Но, знаете, я потом спрятала эти лямки вовнутрь и ходила так, потому что здесь она внутри просиликоненная. И плюс она здесь на резинке, то есть у нее еще вот такой вот топ под низом. И вот этот топ еще на таких косточках, то есть он держит еще раз форму. То есть получается у вас этот топ очень хорошо даже держится. У меня ничто никуда не спадало, не слезало. Я вначале думала этот топ обратно сдать, отправить назад, потому что брак уже. Но подумала, что я, скорее всего, его оставлю, потому что мне он действительно очень понравился. Я просто обрежу, наверное, вот эти вот лямочки и смогу его носить просто без лямок, потому что он хорошо держится и никуда не сползает. Вот такой вот топик. Но вообще сам прикольный, такой очень праздничный. Ну и на этом, я думаю, буду заканчивать свой влог. Больше ничего снимать не буду. Надеюсь, что вы отлично проводите сейчас выходные, праздничные дни, без всякой какой-то суперумственной нагрузки. И мы увидимся с вами уже, конечно же, очень-очень скоро в моих следующих видео. Спасибо большое, что вы остаетесь со мной. Я вам это каждый год говорю и каждый раз благодарю вас за это. Мне очень приятно, что вы со мной, что вы меня смотрите, что вам интересны мои видео, что для вас они полезны, что вы вдохновляетесь. Поэтому для меня это очень много значит. Спасибо за все ваши отметки в Инстаграме. Всегда стараюсь все увидеть, все посмотреть, все репостнуть, что получается. Всегда пытаюсь отвечать на ваши сообщения в Инстаграме, в Директе. Да, это для меня очень важно, хотя, может быть, я могу просто лайкнуть ваш комментарий или отправить сердечко, но, тем не менее, я не хочу оставлять ваши сообщения безответными и отправлять вам какой-то знак внимания. Ну, на этом теперь точно все. Я пошла отдыхать, и мы увидимся с вами очень скоро в моих следующих видео. Всем большое спасибо за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok